Субтитры создавал DimaTorzok Я лично могу даже привести свой пример, что даже в свое время начав изучать Кавказскую войну как череду войн, набегов, разорений и так далее, я постепенно перестал на этом ставить свой акцент, а даже стал искать в истории Кавказской войны вот эти примеры совместничества, комплементарности, как это в научной среде называется, слово комплементы, положительного воздействия. Вот лично для меня важнее не то, что вот мы сто лет воевали, а то, что сто лет после этого дружили и жили мирно и нормально. Вот я для себя приоритеты так расставил, тем более, вот здесь тоже есть такое хорошее выражение, что в истории вообще-то всегда дружбы больше, чем крови. Потому что если было бы наоборот, земля была бы пустая и никто бы на ней не жил. Но тем не менее, все-таки, я это не зря сейчас сказал, потому что история взрывоопасный продукт, поэтому сейчас расскажу еще кое-что. Итак, мы говорили о воинской культуре, как внешней стороне, одежда, оружие и так далее, так и внутренней, обычаи, традиции, вплоть до черкесомании, азиатской болезни среди кубанских казаков. И поэтому, конечно, можно еще вспомнить такой обычай, условно назовем, кавказский, как обычай отрезать голову убитых врагов, который бытовал среди адыгов, как и у многих других кавказских народов. Сразу скажем, однозначно бытовал. Это 100%. Против этого, ну, знаете, возражать может только дурак или человек, который вообще исторических источников не знает. Вот. И как бы для нас, вот, современных людей это дико не звучало, но это ж ужас какой, да, в 19 веке это, видимо, было нормально. Даже для 19 века, тем более, вот, часто в той же самой адыгской среде, вот, мы поговорили про черкесские чубы, а ведь многие знают, для чего он был нужен, для чего этот пучок волос на голове предназначался согласно адыгским вот этим историческим источникам, да. Как, сейчас его назвать по-адыгски, у меня, наверное, вот, как это, горла не хватит, ну, ак... Аква, примерно. Еще раз, пожалуй. Аква. Вот как-то так. Как-то так. Да, вот как-то так. То есть, это тот самый пучок волос на голове, посредством которого поднималась снесенная голова недруга. Да, ну, это раз. Другой пример, кабардинский писатель Аскерби Шартанов писал и о другом специальном приспособлении из этой же категории, сейчас тоже попробует, видимо, назвать. Это лат-рыпс. Лат-рыпс. Лат-рыпс, да. Это с помощью которого, вот, приторачивалось, кстати, к седлу вот эта вот трофейная голова. То есть, даже термины специальные, связанные с этим обычаем у адыгов были. Вот. Что касается славян, да, бывало. Тоже вот это времена, там, древней Руси, военная демократия, становление государства. Смотришь, былины всякие богатырские, там тоже присутствуют фразы про то, что вражьей крови напиться и вражьей кровью умыться периодически надо было. То есть, это тоже тот самый ритуальный мужской военный, ну, не каннибализм, но вот эти вот обряды, связанные с телом поверженного врага, да. Кстати, Геродот еще у скифов упоминал вот это вот с кровью и с головами отрубленными эту все процедуру. Фильм «Скиф» вышел там. Ну, да уж, да уж, да уж. Ну, так вот. Даже вот посмотрим на эту бронзовую скульптурку, сделанную художником, скульптором Евгением Лансере, называется «Черкес в засаде». Ну, сама скульптурка была сделана в 1871 году, но тем не менее, мы на ней четко видим присутствие вот этого пучка волос, еще раз как. А-ак-уэ. Да. А-ак-уэ. Это доисламская мужская воинская культура. С приходом ислама этот хохол, этот чуб исчез. Ну, или стал исчезать, по крайней мере. Может, не у всех. Там вот есть фотографии Абхазов 1860-х годов, вот с такими же вот пучками волос, но тем не менее. А обычаи снесения головы у противников, кстати, в принципе, достаточно спокойно пишет историк из Нальчика Асланбек Морзей, автор книги «Черкесское наездничество». Он достаточно подробно, там, с всякими там примерами, вплоть до Илиады Гомера, показал, что этот варварский обычай бытовал у многих народов. На Кавказе он имел, в первую очередь, ритуальный характер и был связан с представлениями, ну, о том, что душа убитого не может мстить убийцы после этого. Кстати, он для примера вот этого обоснования взял Абхазов. Вот. Но я считаю, с моей стороны, что Асланбек Морзей все-таки поторопился с утверждением, что уже вот в 19 веке черкессы голов не рубили, потому что вот был вот этот кабардинский общественный деятель Казанока, который вот, собственно, ислам подвинул в Кабарду и всячески там вот его как бы утверждал. И вот это он и отменил вот эту вот рубку голов, потому что с точки зрения ислама это плохо. Но степень ислама у адыгов разная была. Насколько я помню, кто-то из тех, кто служил у Вильяминова, когда они в Абинск строили просеку из Ольгинского редута в Абинск в 1834-м, там тоже есть упоминание, что и они гол рубили, и гол рубили. Ну, на самом деле, да, вот тема сложная. И вот, кстати, специально ни слова про генерала Засса не будет. Тем самым, чтобы на нем все цвет клином не сходился. То есть, мы пока что констатируем так, что было. Ну что, вот обратите внимание, перед нами картина венгерского художника Михаила Зичи «Неприятельское тело». Что мы на нем видим? Линейные казаки привезли в станицу тела убитых горцев. Ну, конечно, особенно впечатляет голова на пике. Ну, ладно. Да, действительно, у линейцев существовал усвоенный от горцев обычай отрезать у мертвых врагов голову. Тем более, что для чего? С какой целью? Часто за эти доказательства лихости. Ну, по нашим меркам, конечно, это мрак, но не будем судить людей 19 века. Казакам выдавались деньги от начальства или даже от самих горцев. То есть, часто в годы Кавказской войны на этом всем был построен некий бизнес. Вот смотрим работу терского казака из станицы Щедринской Ткачева. Предметом торговли были не только живые люди. Торговали также телами и даже головами убитых. Тела хватали в самых горячих шибках и увозили. Когда увезти чеченский труп было нельзя, далеко или в горячем полусхватке, отрубали и увозили одну голову, а тело бросали. Цена головы была от 10 рублей. Но просили и больше. Так, например, в Ищорах, на этой Ищорской станице, в одной матери казачки, по словам ее соседей и родственников, сразу привезли без голов тело сына и тело племянника. В этом случае за выкуп чеченца взяли 100 рублей за каждую голову. Варварское время, то есть говорит сам этот автор. Винят многие донских казаков, что те привозили неприятельские головы на пиках. Но это, вероятно, имело тот же самый практический резон, как и описанное нами. То есть бизнес. В таком случае борьба начальства с этим неизбежным злом должна была иметь мало успеха. Особенно у нас, в Гребенских станицах. То есть какой факт? Все поминают Заса, который виноват для начальства был о том, что он вместо того, что запрещать казакам это делать, сам на это дело подсел. А то, что среди линейного казачьего это было распространено в первую очередь, надо как бы сделать акцент. То есть от горцев это усвоила и противоположная русская сторона, линейные казаки. Ну цель в принципе та же самая. А если мы говорили сейчас о Гребенских казаках, а на Кубанской линии как было? Да этот бизнес был. Вот фрагмент из романа «Проделки на Кавказе». Сколько стоит голова убитого черкеса? «Богатый голова плати генералу два коровы, бедный плати один корову или два барана, а голова возьми назад». То есть вот такой ценник. Ну кроме того, за головы нередко выменивались и живые пленники. Мы уже упомянули, что все эти азиатские жестокости власть не одобряла и всячески запрещала. В частности, в 1833 году наказанный атаман кавказского линейного казачьего войска Верзилен официально запретил это делать казакам. Ну это как бороды им запретили брить. Запретить запретили, но какое-то время это длилось, продолжалось. И есть много источников, что это бытовало. То есть взаимная рубка голов и их увозы и продажи существовала по обеи стороны кордонной линии. Ну то есть получается и пришлось русским на Кавказе стать и азиатами и в этом смысле тоже. Головы рубить, заложников аманатов брать, жестоко карать за нарушение клятвы, потому что устная клятва это было превыше всего, не дай бог ее нарушить. То есть по сути вот такая для нас современников не очень приятная и малопонятная культурная кавказская специфика. То есть и в этом направлении было то, что было. Мы как бы сказали о хорошем, но вот привели пример, что были негативные стороны. Ну а в завершении упомянем азиатские песни линейных казаков. Потому что песня это душа народа. Это все. Что же за азиатские песни? Ну все мы не будем, тем более у нас нет технических возможностей петь. Тем более я певец, видимо, никакой. Но тем не менее, опять же Федор Елисеев, уже сколько раз мы его сегодня упоминали, воевал на Кавказском фронте Первой мировой войны. И вот весьма характерным событием, которое показывает уровень азиатизма не только в нем, но вот Федор Елисеев, а вообще вот в среде, в которой он жил, может служить совместное застолье офицеров Кавказского и Хаперского полков, то есть этих линейных полков кубанских, во время которого левый фланг стола, сидели по обеим сторонам стола, на левом фланге кавказские офицеры сидят, Кавказского полка, напротив хаперцы и взаимные тосты друг к другу. И вот в один из моментов этого официального застолья значит, они берут свою очередь, тостование, да, вот, и как бы говорят нужные для этого хорошие, важные слова, и после этого затягивают нашу общую для всех кавказских войск традиционную застольную песню. Эта песня называется «Алаверды», она же кавказская застольная, автором ее был граф Владимир Сологуб, он и написал в 1871 году. То есть, даже российский поэт уже в эту кавказскую тему так вошел, но ее, видимо, слышали многие, но не совсем знают, что это за «Алаверды» такая. Ну, я не певец, еще раз говорю. Ну, примерно так. С времен давным-давно отжитый преданим Иверской земли, от наших предков именитых одно мы слово сберегли. В нем нашей удали начало, предвестник счастья и беды, оно у нас всегда звучало, «Алаверды», 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 «Алаверды». Ну, то есть, это кавказская застольная песня. И, кстати, она еще официально числилась полковой песней хаперского казачьего полка, самого старого и заслуженного линейного казачьего полка в кубанском казачьем войске. То есть для них это была вообще песня на любой момент и на любой день. Для хаперских казаков. Ну, а в ответ, когда это было пропето, по традиции несутся шумные овации, аплодисменты от хаперцев. Причем как они благодарят. Якши и ол, чохсау. То есть они по-кавказски они говорят, потому что это общекавказский татарский язык. И стаканы опять полны. И в ответ они уже тостуют. Говорят, славному и дорогому нашему первому хаперскому полку Мравоу Джамие. Кричит кто-то и все офицеры по традиции поднимаются на ноги и торжественно, словно гимн, поют эту замечательную музыкальную грузинскую песню. Ну, Мравоу Джамие это многие лета. Браво, Джамия, Браво! 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 Опять, опять Кавказ, опять Кавказ в душах людей, да? Ну, ладно. Дальше еще можно вспоминать о том, что такие вот рецидивы азиатской болезни у Федора Елисеева по жизни случались часто. Один из них кончился тем, что он из Федора Елисеева стал джамбулатом. Однажды на одной из вечеринок он со своими друзьями, когда они на фронте кавказском были в 1915 году, вот они там пели песни, переплетая их лесгинками, с гиком, с гамом, с дикими выкриками, как положено. И вот на одном из таких концертных вечеров его друг, значит, сотник Лобинского полка Николай Бабиев сказал ему «Джамбулат, вы будете наш младший брат Кабарды». Тут Федор Елисеев, это как? Он поясняет. Мой отец когда-то командовал сотней Лобинского полка в Закавказе. Там был Харунжий Доморадский. Он был большой поклонник кавказских горцев, которым подражал во всем. Ну, что-то нам это напоминает. Я тогда был гимназистом, и приезжая на каникулы родителям, я сбрасывал себе гимназическую куртку и брюки, одевался в черкесский и во всем подражал Доморадскому. Он-то меня и выучил танцевать лесгинку. С тех пор я прозвал его «мой старший брат Кабарды». Теперь появились вы, Федор. Тогда, получается, я буду средний брат Кабарды, а вы будете младший брат Кабарды. «Принимаю это, мой средний брат», – ответил я. Назвал его «Хаджи Муратом», в честь знаменитого героя повести Льва Толстого. И, кстати, это ему очень польстило. Он мягко улыбнулся, приложил по-мусульмански ладонь правой руки к сердцу, потом колбу, и, потупив по восточному глаза, произнес по-татарски «Чох-саул». Очень благодарен. С тех пор мы стали называться между собой «три брата Кабарды» с мусульманскими именами. И даже на своих визитных карточках писали «Доморадский» – «Измаил», «Бабиев» – «Хаджи Мурат», «А я Елисеев» был «Джим Булат». Вот так вот. Вот что такое черкесомания. Ну, то есть, это во всем проявлялось. И в плясках, и в песнях, и во всем. То есть, Елисеев в этом плане можно цитировать бесконечно. Как он там устраивал концерты для полкового начальства. Вот, например, сцена «Кавказские горцы на биваке». То есть, такой полковой праздник, выступают. И вот, значит, казаки так выстроились, когда так все обозначились на этой сцене. И начали петь тоже песню такую «Горе нам, физик нам, с войском стремиться, где бы нам, как бы нам, братцы, укрыться». То есть, это переложен русский язык в какая-то вот чеченско-дагестанская песня времен Кавказской войны. Это была песня «Лезгинка», которая была принята в Кубанском и Терском войсках. А по окончании ее все 40 казаков-пружинно вскочили на ноги, загикали, заалкали. А что такое заалкали? «Алла», «Алла». А потом началось «Дэ-ла-дэ-ла-дэ-ла-дэ-дэ-ла-дэ-ла-дэ-ла-ла». А потом они начали вот эту вот распевку под речитатив и под хлопанье равномерное Кавказское. И под этот дикий воинственный гул 40 голосов, хлопков, визга, криков, выкриков «Урса!» Выскакивали пара за парой молодецкие урядники нашего Кавказского полка и танцевали без перерыва. И вот восторг был исключительный у публики. То есть вот так вот, тоже пример. И что из этого следует? Что азиатизм Федора Елисеева не был чем-то исключительным. В той среде, в которой он, например, отлежал. Ну, просто там более ярко и идейно в каком-то. Я Джимбулат. Ну, то есть у кого-то, видимо, таких визитных карточек не было. Вот. Ну, еще пример. Август 1919 года на узловой станции Курганная, ну, это современный город Курганинск, Федор Елисеев опять встретил своего старинного друга корнета черкесского конного полка Татаршау Меритукова. Приглашая его в гости, он сказал очень знаковую фразу. Ну, в гости к себе в аул опять. Как хочешь, Федя, но ты должен поехать со мной к нам в аул. Тебе приятно будет видеть тех, кого ты не видел около шести лет. Говорит Татаршау и добавляет. Мы тебя считаем словно нашим, черкесам. Ну, и уже, наверное, прям вот уже все. Мы говорили, что напоследок у нас будут эти азиатские песни, да. Ну, вот последняя песня, значит, ее можно найти, как бы я ее встретил в сборнике песен Казаков Кубани, который издал поэт Иван Варава Кубанский. Блюковал в сборнике песни Казаков Кубани, изданной еще в Краснодаре в 1966 году. Что интересно, слова этой песни были взяты из повести Александра Бестужева-Марлинского «Амалатбек». То есть знаменитая повесть, да. В этой повести эту песню пели горцы. Когда в последней схватке они строили завал из тел убитых лошадей, потом расстреляли все патроны, разбили ружья о камне, связали с поясами и бросили вперед с кинжалами свой последний бой. То есть, сохранив весь этот воинский колорит Востока, эта песня стала казачьей. Вот как? Ну, опять же, я не певец, я читать, наверное, буду. Ну, если что, первоисточник в повести Бестужева-Марлинского «Амалатбек» там-то, конечно, она по-другому. Но если захотите сравнить, вы поймете, что это как бы, это оно. Алла-Га, Алла-Гу, слава нам, смерть врагу. Плачьте, красавицы, в горном ауле, справьте поминки по нас. Вслед за последнюю меткой пулей мы спокидаем Кавказ. Мать моя, звезда души, спать ложись, огни туши. Издалека, издалека сына ужинать не жди, не жди, не жди. Не плачь ты, мать моя родная, в нем билось сердце казака. И в нем вскипела кровь, играя, родимой Руси, Алла-Га. Алла-Га, Алла-Гу, слава нам, смерть врагу. Ну, то есть, в завершении вот так, наверное, и скажем, что вот линейные казаки свою жизнь так прожили, так в нашей истории оставили свой след, что родимой Руси, Алла-Га. Вот так вот все у них в голове интересно сложилось. А на мой взгляд, замечательные, прекрасные люди были. Причем и их учителя, товарищи черкесы, и они сами. Да, они друг друга были достойны. Вот на этом всего вам доброго. Спасибо, Константин, за это. Пожалуйста. Пожалуйста. Ну, оставляйте ваши комментарии, ставьте лайки, делитесь с друзьями. И было бы интересно услышать от вас мнение об этой теме. Потому что тема для нас новая, на самом деле, казачья. Насколько нам вообще интересно будет ее продолжить, потому что и здесь. В каком направлении ее можно продолжить, да. Вещей и тем таких классных можно поговорить о них будет. Ну, в общем, обсуждайте в комментариях, а мы посмотрим дальше. Всем пока. Продолжение следует...